Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. На связи столичное управление МЧС. В студии Александр Попко. С начала года минские спасатели совершили более полутора тысяч выездов. За это время на пожарах погибли 24 человека. 34 человека спасены. Минск чрезвычайный. В ночь на 25 июля посредством системы передачи извещений ОЧС «Молния» был обнаружен пожар в заводском районе по улице Ташкентской. Работники МЧС успели застать пожар в начальной стадии его развития, ведь ночью в здании никого не было. И если бы не пожарная сигнализация, то страшно представить, насколько сильно распространился бы пожар. В результате огнем повреждено имущество в помещении административного здания и закопчен коридор третьего этажа. Предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки. В 4 часа ночи 27 июля на проспекте Рокоссовского горел велосипед «Колобайк». Очевидцев этого загорания найти не удалось, и причину случившегося может определить только экспертиза. Рассматривается версия поджога. Возможно, таким путем кто-то хотел отключить блокиратор колеса или же замести следы попытки кражи. Минск чрезвычайный. Ночью жители Октябрьского района могли видеть синие маяки пожарных машин, которые мчались на Чкалово-19. А все из-за того, что хозяева квартиры относятся к людям, складирующим ненужные вещи под духовом отсеке газовой плиты. С их слов, перед сном в духовом шкафу готовилась пища, и никто не подумал убрать ветошь из-под духового отсека. После семья легла спать, и, проснувшись спустя пару часов, увидели распространяющийся по квартире дым. Серьезного ущерба удалось избежать, чего нельзя сказать об административной ответственности. Ведь налицо нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов. Днем 29 июля горел открытым пламенем один из павильонов торгового центра «Атлантик» по улице Кульман. При пожаре никто не пострадал, однако в торговом центре теперь необходим ремонт, а владельцам павильонов новый товар. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки потолочного светильника. На этом все. С вами был Александр Попко. Берегите себя. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Субтитры создавал DimaTorzok